First, we need to add our basic colors, ok? Make sure that it's on the right side. Пожалуйста, будьте уверены, что это на правой стороне. Ух, как он. Давайте я музыку включу. Music, да, в студию, музыку в студию. Да? Так вот, тык-тык-тык. Итак, синий, blue, белый, white. Синий и blue нужно будет очень много. Приготовьтесь, прям много-много. У вас холсты, это значит, что краски вам нужно будет очень много. Да, Адель, какой вопрос? У меня закончились краски, но мне папа купил новые. Ой, это очень хорошо. Анечка готова. У кого-то уже новые краски, кому-то повезло. Круто. Итак, у меня все красочки готовы. Посмотрите, я их кладу сверху. Да, Крилани, какой вопрос? У меня уже восемь лет. Я тебя поздравляю, у тебя был день рождения. У меня был день рождения апреля седьмого. У тебя совсем несколько дней. Я тебя поздравляю. Ну что ж, сегодня у тебя будет красивая-красивая работа. Прям подарок будет на день рождения. Сегодня потому что мы делаем на холстах, и это выпускные работы финальные. Так мы красивые делаем очень. Поздравляюте, ты уже большая-большая девочка. Окей. Кто готов? Пожалуйста, покажите лайк. Что значит готов? По правую сторону все организовано, как у меня. Так. Крилани готова, Аня готова, Лиза-младшая готова, Аня-младшая готова, старшая готова. Супер. Никита, подключай камеру. Мия, Адель, как у вас дела? Готовы? Are you ready? Адель, Мия, готовы? Окей, Лиза-старшая, Никита, are you ready? If not, окей, waiting. Нам понадобится самая большая кисточка. Самая-самая большая. Немножко побалуемся сегодня. Пейзаж — это когда можно побаловаться чуть-чуть. Да-да-да-да, Аня, если есть младшая, Аня, если есть плоская большая, то лучше. Вот плоская, да? Да-да-да, Лиза-младшая, да. Еще если, Аня, если есть больше, лучше больше. Если больше есть, тогда такую бери, да. То есть, если есть больше, то лучше. Если нет, it's ok. Окей. Значит, Никита готов? Никита? Готов? Супер. Отлично. Итак, мы берем прям синий. Посмотрите, вот я беру как сметану. И вот так вот раз положила сюда синий. Вот так положила прям, смотрите, вот так кусок синего, кусочки. Вот так, видите, синий положила. Не боюсь. Помыла, помыла, помыла. Просушила. Это будет небо. Потом взяла белый. Вот так вот положила кусочек белого, посмотрите. Помыла, помыла, не боюсь. Прям кусок кладем, помыла, просушила. И чуть-чуть красного вот тут сверху. Ну, и сейчас мы будем с вами грунтовать холст. Грунт. Право-влево. Right, left. Right, left. Вот так вот, смотрите. Прям не бояться вот положить на холст? Прям не бояться, да. В этом смысл. Пейзажи – это когда вы не боитесь, вообще не боитесь и грунтуете плотно-плотно. Холст не просвечивает вообще. Поиграйте, не бойтесь. Поиграйте. И посмотрите, я когда беру белую краску, у меня плавный переход. Я стараюсь делать переход плавный. То есть я глажу холст до того момента, пока переход не станет мягким и плавным. И вытягиваю, как сметанку, вправо-влево. Посмотрите, попробуйте почувствовать красочку, но до половины. То есть не спускайтесь ниже, да. Ниже не спускайтесь. До половины, вправо-влево. Нам надо положить синий, вот типа вот так вот, ой. Вот так вот синий. Да, больше, 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 гуще. Не бойся больше класть. Прям должна быть густая такая густота. И ты положила красный на... Да, сверху я положила красный, конечно. Смотри, вот так вот я положила красный. У меня там еще был синий. И вот так сверху, вправо-влево, я растягиваю цвет, чтобы он был равномерным. И он был густым, знаете, как немножко такой пластилин. Холст любит, когда краска такая плотная, да, плотная, никакого просвечивания. Такая плотная-плотная красочка вправо-влево. А чуть-чуть красного, чуть-чуть, да? Да, так, чтобы было заметно, что синий за счет красного будет иметь такой темный оттенок сверху. Посмотри, видишь, он темный. А когда мы спускаемся ниже, он уже такой синий. Он такой синий-синий, видите? И достаточно плотно я это грунтую, плотно, чтобы цвет был, ну, максимально плотным. Никаких... Это у нас небо такое. Посмотрите, у меня не просвечивает ни в коем случае. Холст снизу не просвечивает. Разводов почти не видно. Такие вправо-влево легкие. Надо влево-право? Да, да, влево-вправо, да. И стараться так, чтобы переход между темно-синим и красным к синему был плавным. И с синего к белому был тоже мягким и плавным. То есть, когда мы вот так растягиваем красочку, вниз, где белый, переход достаточно мягкий. У меня достаточно темный или потемный? Достаточно растягивай, растягивай. Тебе нужно уже растягивать. Хороший. То есть, начинай растягивать, не бойся. Он немножко может идти суховато. Я думаю, что я не красный. Килани, умница. А ты посмотрите, какой красный цвет у Килани. Я думаю, что я не красный сделала. Да, Никита, больше не жалей краску. Никит, больше краски. Она у тебя просвечивает. То есть, густо. Нет, я думаю, что я не красный сделала. Да, 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 да. Тебе надо просто больше красочки добавить. Не жалеть и добавить больше. Килани, вниз, добавь белого, чтобы, посмотри, видишь, какой у меня светлый цвет снизу, да? Чтобы цвет чуть-чуть посветлее был снизу. Сейчас главное, это загрунтовать такой равномерный, вот очень у Килани хороший равномерный тон получился. Очень хороший. То есть, мы грунтуем равномерно с равномерным переходом. Да, Анечка, очень хорошо. Больше еще краски клади, не жалей. Больше, для того, чтобы такой плотный был цвет. То есть, мы сейчас работаем с красочкой и с текстурой. Текстура должна быть плотная. Как будто бы, ну, пластилин такой, да? Вот я прям чувствую, у меня есть, что раскатывать по листу, да? Должно быть ощущение, что вот есть, что катать по листу, да? Вот это как сметана такая, вот сметанечка прям такая. Килани, чуть-чуть получилось книзу посветлее сделать? Чуть-чуть посветлее. Вот у меня непонятно, вот где темнее, где светлее выглядят. Одинаковый цвет. Да, ну тогда добавь чуть белого, если выглядит одинаково. Никакой проблемы нет, добавь белого. А мне красного чуть-чуть еще добавить. Наверх, да, если ты красного добавишь наверх, то он такой будет у тебя более темно-синий. У Килани очень хороший равномерный цвет. У меня даже не такой равномерный, как у Килани. Получился. То есть мы прям раскатываем, чтобы ровно-ровно вот это все, ровно-ровно. Переход, видите, какой ровный? То есть мы добиваемся вот такого ровного перехода. У меня даже не такой ровный, как у Килани. У Килани хорошего прям получился. Можно немножко намочить. Вот я сейчас немножечко кисточку намочила и чуть-чуть разравниваю. То есть главное... У меня вообще не получается. Я уже могу... Давай, посмотри, ничего не переживай. Покажи, мы не торопимся. Мы учимся работать с текстурой. Да, у тебя хороший цвет. Да, очень хороший. Аня старшая, просто переходи к низу. Белого вниз добавь и растягивай. Да, Адель, у тебя прекрасный цвет. Тебе необходимо ниже, ниже спуститься до середины холста. То есть до середины. И постарайся, чтобы цвет был один в другой, переходил более ровно. То есть когда ты будешь вот так вот раскатывать кисточку. А, ошибся. Да, Никит, какой вопрос? Я ошибся. Ничего, это краска. Тут нельзя ошибиться. Еще раз накладываешь слой, если что-то не так. Покажи. А, ты пошел ниже, не переживай. Не, ничего не переживай. До половины заполни. Продолжай. Да, но у меня не половина. Ничего страшного. Потом сверху другим цветом заполнишь. У нас там будет трава. Мы сверху все покроем. Никакой проблемы. Это акрил. Акрил, как и масло, можно накладывать много-много раз. Мы сверху не трясемь. Отлично. Вот Келани прекрасно. Очень хорошо. Ань, тоже хорошо. Просто выравнивай. Вот так кисточкой выравнивай, чтобы цвет был ровным. Очень хорошо. Келани прекрасный равномерный цвет. Прекрасный цвет у Келани. Да, Адель, хорошо. Адель до половины. Хафов. Половинка. До половинки. Келани до половинки. О, Адель, прости, до половинки. Адель до половинки. Давайте посмотрим, как у всех. То есть мы так играемся, да, с цветом. Мы его вытягиваем, растягиваем структуру чувств. Почувствуйте вот так вот ровно, да, как мы его вправо тянем, влево краску вправо. Почувствуйте, как красочка гуляет. И она так замешивается, и равномерный переход получается. Да, да, Анют, очень хорошо. Анют, хорошо старайся только половину. То есть тебе нужно будет там, где половинка, потом оставить место на травку, окей? То есть когда мы будем травку, ты чуть-чуть небо перекроешь. Чуть-чуть вот так вот. Анечка, хороший переход младшая. Окей. Очень хорошо, молодцы. Итак, мы сейчас продолжаем. Кто еще не закончил. Кто закончил, пожалуйста, помойте водичку, потому что мы сейчас будем делать пшеничное поле. Увидите, что это. Помойте водичку, чтобы была чистая. Вот у меня чистая водичка, видите? Это классический, очень классический, когда мы рисуем красивое синее небо. И когда мы рисуем очень-очень красивое поле или цветочное поле, мы будем пшеничное поле рисовать, желтый с синим. Окей. И вот так вот размой, и он должен друг в друга вмешаться, как бы. Да, Адель прекрасно, переходы мягкие, очень-очень хорошо. Итак, давайте у Лизы младше. Вот, Лизонька, видишь, более равномерный цвет стал. Отлично. Потом сверху надо будет чуть-чуть тоже подгрунтовать, чтобы не было вот там белых кусочков, да, у Лизы младше. То есть чуть-чуть там холст влазит. Итак, теперь мы берем желтый. Ничего не боимся. Вот так вот прям вот так вот кладем желтый. Посмотрите, раз желтый. Прям много желтого положили вот так вот. Видите, не боимся. И потом чуть-чуть добавляем в желтый синего и кладем сюда зеленый. Еще раз. Помните, как зеленый делать? Я надеюсь, вы помните. Я добавляю желтый и я добавляю зеленый. Доктория, раз. У нас получается желтая полоска и зеленая. Мою, мою, мою хорошо кисточку. И то же самое. Право-влево. Почувствуйте, как пластилин. Посмотрите, у меня даже толщина есть. Видите, прям кусочки там есть толщина. Старайтесь очень аккуратно делать край. Очень аккуратно делать край. Аккуратненько, да? Ровненький краешек. Никита, у тебя нужно будет в два слоя наложить. Ну, скорее всего, да? Чтобы чуть-чуть синий перекрыть. И опять, смотрите, зеленый я растягиваю таким образом, чтобы он мягко-мягко входил в желтый. Мягкий переход вправо-влево. Посмотрите, вправо-влево. То есть, переход из зеленого в желтый очень мягкий. Посмотрите, я много раз вот так вот вправо-влево прокатываю. Внизу прям темно-зеленый. Если кто-то забыл, как сделать зеленый темно-зеленый, вы обязательно спросите. И то же самое. Старайтесь почувствовать, как красочка идет. И мы ее катаем по холсту вправо-влево. Выкатываем, да? Вымешиваем. Вымешиваем. Вправо-влево, чтобы равномерно было. Не водянисто, а густо, как сметанище. Густо-густо. И даже так немножко суховато будет. То есть, вы почувствуете, что краска немножко такая сухая. Потому что там прям пластилин будет как будто бы. Вещество должно чувствоваться на холсте. Ничего не просвечивает. Прям даже намек на просвечивание. Like sour cream. Not the water. Не вода. Килани, выше, выше. А, отлично. Умничка, Килани. Очень хорошо. Килани, вот здесь чуть-чуть поровней. Чуть-чуть вот этот край подними поровней. Очень хорошо. Килани хорошо справилась. Грунтовка у Килани прям пошла. Мне так нравится. Мне нравится. А, тебе хочется, да, окей. Если ты хочешь немножко подскос, конечно. It's okay. Ты можешь поставить подскос. И смотрите, я тоже вытягиваю. Зеленый вытягиваю в желтый. Так, чтобы переход был равномерным. То есть мы стараемся сделать равномерный переход. Я знаю, это сложно. Я знаю. Почувствовать, как краска вправо-лево так переходит, да? Она у меня не переходит. Давай посмотрим. У меня она сразу зеленая. Давай посмотрим. Да, потому что тебе нужно, смотри, тебе нужно сюда прям вот так вот взять и желтого вот так взять. Смотри, Никит, взять кусок желтого, кусок желтого, кусок желтого, кусок желтого. Прям кусками желтого положи. Или вот так вот. Прям из тюбика положи вот сюда желтый и раскатай. Я это сделал. Я это сделал на концах. Давай вместе. Давай вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть капелек положи. Прям из тюбика шесть капелек на горизонт, где трава, положи. И раскатай. И посмотрим. Я сейчас маму попрошу, где у меня тюбик. Угу. Прям вот так вот желтый берем. Не жалеем красочки. Мы рисуем пейзаж. Да, Адель, очень хорошо. Адель, старайся цвет плотнее сделать. И смотри, у тебя желтый, зеленый очень большая разница. Тебе нужно немножко, чтобы один в другой цвет плавнее переходил, да? То возьми, пожалуйста, желтый. И ты, когда его вот так вправо-влево делаешь, ты его как бы немножко еще вниз вытягиваешь. А зеленый немножко вверх вытягиваешь. То есть вот я иду с желтым снизу вверх, а зеленый... Это просто специальное. Что, что, что? Это просто вот эта такая у меня сверх какая-то. Да, да. А, ты хочешь свет там оставить? У нас просто там будут горы. Поэтому... Не, у меня немножко темно. Это потому, что ты не выглядишь так хорошо. Да, то есть, может быть, зеленой водичкой сверху чуть-чуть пройдись по желтому, чтобы было ощущение, что все-таки это поле, да? А то сильно разница и выбивается. Окей, я пока остановлюсь на этом. I will stop on this step. So, we did the first step. I will wait anybody, don't worry. But our goal number one to cover the canvas. And to do it very soft changing between dark tone and light. Dark and light. This is goal number one. Значит, первая цель, да, которую мы делаем, это закрыть весь холст и делать очень мягкий переход от темного к светлому, от темного к светлому. В два тона. То есть, это называется грунт. Мы сделали грунтовку для того, чтобы сейчас здесь рисовать. Да, Адель, прям возьми зеленую водичку. У тебя водичка в стакане зеленая сейчас, да? И вот этой водичкой по желтому сверху пройдись. Водичкой. Да, да, да. Особенно вот на стыке, там, где у тебя желтый с зеленым граничит, достаточно большая разница между желтым и зеленым. Смотри, у тебя сейчас вот так, смотри, Адель. У тебя желтый, видишь? Я тебе здесь показываю. Желтый и зеленый. У тебя сейчас вот так. Видишь? А я говорю, возьми, может, водичкой зеленой и там, где вот граница, немножко вот так размой, немножко переходя в желтый. Видишь? Тогда он такой более мягкий переход. Не такая большая резкая разница. Тогда будет понятно, что поле заканчивается на желтой линии, а не на зеленой. Так, значит, кто, Дан, пожалуйста, поднимите, мы посмотрим, прежде чем мы перейдем к следующему этапу. Я просто желтой краской, как я грунтую. Да, грунтуешь, окей. Значит, давайте у нас еще две минутки. Мы грунтуем и смотрим. Сейчас, Адель. Не, я как грунтую, грунтуем. Да, очень. Келани идеально. Супер. Келани прям переходы нежные и плотный цвет. Прекрасно. Да, Адель, хорошо. Адель, значит, добавь, пожалуйста, на границу желтого и зеленого, добавь желтого и размой этот желтый. На границу желтого и зеленого, добавь желтенький и размой его и кверху, и книзу чуть-чуть. Тогда переход будет мягкий. Лиза умничка, зеленый. Посмотри, какой нежный переход. Прекрасно. Лиза очень хорошо. Да, прекрасно. Лиза младшая, Лиза прекрасно. Да. Давайте посмотрим. Значит, Лиза младшая справилась, Келани справилась. Адель чуть-чуть выравнивает цвет зеленый. Небо шикарное. Да, чуть-чуть, чтобы желтый с зеленым мягче был переход. Да, уже лучше, уже лучше. У тебя, мне кажется, Адель, желтый низкопигментный. Он такой светленький-светленький, да? Практически незаметный. Может быть, поэтому такая разница. Адель оставляет. Давайте посмотрим. Мия, Никита, Аня, Аня и Лиза старшая. Ой, Меечка, очень хорошо. Меечка, вот здесь немножко, смотри. Вот здесь горизонтально, а здесь как будто подтекло чуть-чуть, да? Выравни, просто возьми кисточку, ну, кисточку, и выравни вот так цвет. Погладь его, как кошечку. Вот так. Право-влево, вправо-влево погладь вот здесь вот, вот здесь вот. Для того, чтобы он не был... О, Анечка, очень хорошо. Ань, очень хорошо, да, супер, Анют. Переход, видишь, какой мягкий переход, да? Отлично. Из одного цвета в другой, шикарно, очень хорошо. Смотрим, давайте, Аня младшая, Никита, Лиза старшая. И мы сейчас перейдем к маленькой кисточке. Анечка, как хорошо, умничка. Анечка, очень хорошо. Аня, молодец, умничка. Анют, не забывай, вот тут, где у тебя холст, да, вот где по краю, каждое пятнышко закрыть, ничего не пропусти. Вот тут немножко, там холст, там чуть-чуть, да, вот снизу. Все-все-все закрывай, чтобы холст даже не выглядывал ниоткуда. Лиза старшая, давайте посмотрим, Никита, и перейдем. Лиза старшая, Никита, даже если вы не закончили, поднимите. Давайте посмотрим, чтобы я примерно знала, где вы. Даже если вы не закончили, это окей, просто поднимите. Отлично, очень хорошо, да, Лизонька, хорошо, то есть ты будешь утемняться книзу. Замечательно, Никит, давай посмотрим. Никита, покажи мне, Никита, покажи, пожалуйста. Пожалуйста, даже если ты не дан, я вижу, как ты активно вправо и влево. Давай, Мия, посмотрим. Вот, Никита, Никита, молодец, это то, что надо. Оттенок вот отличный, супер, Никит, сейчас хорошо. Лизонька, Мия, прекрасный переход, умничка, умничка. Итак, что мы делаем сейчас? Даже если вы не закончили, то есть заканчивайте финальный шаг. Итак, Анечка, вижу, низ загрунтовала, умница. Анечка, умница, оставляем. Аней очень хорошо. Итак, мы берем маленькую кисточку. Take small brush. Маленькую, маленькую. Остренькую. Ай, ай, остренькую, да. Ну-ка покажите мне все, что есть у вас маленькая кисточка. Show me your brush. Никита, отлично, да, вижу. Лиза, вижу, Мия, вижу. Аня, вижу, Келани, вижу, Адель, вижу. Лизонька, чуть остановись, ты сможешь потом продолжить. Ты правильно все делаешь, да, бери маленькую кисточку. Да, не переживай, то есть ты правильно все делаешь, ты просто это и сама сможешь продолжить, потому что ты хорошо с небом справилась. Да, Аня, молодцы. И мы берем маленькую кисточку, остренько. Ай, ай, ай. Видите, какая остренькая. Итак, мы сейчас будем делать вот здесь вот горы. Обратите внимание, горы будут маленькими, не гигантскими, а маленькими. Вот такими маленькими, маленькими. Вот такими. С пол пальчика, с ноготочек, может чуть выше, вот так. Проверьте, положите свой ноготочек, будут небольшими горы. Мы берем просто синий цвет, просто синий. Посмотрите, я просто синий взяла. И тоненько, можно добавить чуть-чуть водички, если плохо идет, да. И вот так вот, неровными. Так, так, ну как ляжет. Но они высокие, да, мы рисуем невысокие. А синий из тюбика просто? Просто из тюбика, да, прям просто из тюбика. Он может быть жидким. Не бойтесь, прям поверх, посмотрите. Вот так, он может быть жидким. И мы рисуем контур гор. Контур гор прям. Прям контур гор. И снизу. Тоже может быть не супер ровный. Это не страшно, это пейзаж. Прям он может быть жидкий. Вот здесь уже как сметанка не обязательно. Главное, чтобы контур было видно. Если у кого-то контур не видно, пожалуйста, дайте мне знать. Потому что, например, темновато, может быть, не видно. У меня не очень, но я добавлю чуть-чуть белого. Правильно, можно так. Очень хорошее решение, да. То есть, если у кого темный фон, то наоборот посветлее, у кого светлый фон, потемней. Никит, а покажи, как у тебя? Покажи, покажи. Может, пока не добавляю? Подожди, покажи, Никит. Покажи, пока белый не добавляй. Я бы не добавлю. Ну, это окей. Мы же это вытереть можем. Потому что у нас сверху будут облака белые. У тебя сольется. Да, Никит, делай темным. Добавь лучше красного. Пусть они будут темно-фиолетовыми. Окей, Никит. Для тебя делай темнее лучше. Тогда я добавлю больше синего и больше красного. Мичка, пока я не вижу. Снизу тоже контур у тебя есть? Снизу? Сверху вижу, а снизу есть контур? Где вот горизонт? Вот тут вот. Итак, как только мы сделали контур, мы просто раскрашиваем в определенном направлении. Посмотрите, какие будут движения. Сейчас я вам покажу. Это очень важно. Посмотрите. Вот так вот. Вот такие движения. Сейчас я вам покажу на кисточке. Может, немножко не видно. Вот так, смотрите. Шик-шик. 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 То есть движение вот такое. Крест как бы накрест. Крест-накрест. Видите? Вот так. Крест-накрест. Потому что у меня не видно. Движение вот такое для раскрашивания гор. То есть здесь вправо-влево, а горы, посмотри, вот горы вот так, да, выглядят. И мы раскрашиваем, как бы скатываясь с горы, как бы. Вот такое движение. Видишь? Как будто с правой с горки скатились, с левой. С правой скатились, с левой. И здесь уже накладываем густенько синий. Вправо-влево. Вправо. Но за контур не вылазим. Вправо-влево. Вправо-влево. Вот так. Не нужно раскрашивать все. Вот тут, как бы поверхность, да. Вправо-влево. Немножко небрежно, да, будет. Немножко небрежно газаться. Можно чуть-чуть добавить белого. Чуть-чуть, ребят, добавить белого, чтобы был немножко гора посветлее. Вот так вот тоже. Скаты. Чуть-чуть совсем. И раскрашиваем внутри горы. Полностью раскрашиваем скат вправо-влево, вправо-влево. Раскрашиваем. Горы должны быть все раскрашены. Посмотрите, вот у меня появились горы. Появились горы. Я раскрасила их синим и, может, немножечко светло-беленьким. И так немножко небрежно, да. Так вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Вправо-влево. Как крест-накрест. крест-накрест чик-чик-чик не важно что там это же горы да уж какие-то горы посмотрите как интересно получилось да просто каляка малякова так раскрасила главное за контур не вылазить конечно за контур мы не вылазим я сейчас контур посильнее нарисую чтобы мне вы лучше видно было то он у меня слишком светлый вот я посильнее сделала контур чтобы контур было посильнее вот такие у нас красивые горы посмотрите я на этом подожду всех сильно не выписываете потому что это горы где-то далеко какие есть такие есть главное чтобы не высокий посмотрим ближе ближе очень хорошо миа ближе и ближе не умничками я прекрасно очень хорошо меня умница мне прекрасными вот тут немножко фиолетовый выскакивает тут it blue on the right mountain side ok because i see purple i want to have blue in the mountain очень хорошо адель умничка да прекрас а дель умница очень хорошо адель справилась горами не сильно не задумывайте старайтесь как бы интуитивно рисовать да то есть мы рис пейзаж это очень интуитивная вещь тогда хорошо лизонька хорошо у тебя горы сейчас немножко пропали но я покажу сейчас мы будем делать облака они появятся обратно не переживай мы сейчас по контуру будем рисовать облака да то же самое у аня у тебя немножечко горы пропали мы сейчас нарисуем облака они обратно появятся я имею ввиду что сливается немножко с небом ничего не меняй сейчас увидишь что мы будем делать аня младшая давай посмотрим как у тебя ой как красиво да очень хорошо очень хорошо горы вы все выскаке отлично очень хорошо давайте посмотрим кейлане да отлично не хорошо замечательно давайте посмотрим лиза никита и сейчас мы будем делать облака если у кого то есть ватт ватка или ватный тампон вы можете использовать его у кого и у кого нет у меня например я могу кисточкой мы будем делать но у кого есть можно использовать ватный тампон сейчас покажу как давайте смотрим кейлане отлично дакела не очень хорошо супер прекрасно белые верхушки мне очень нравится окей еще одну минутку я сейчас всех жду я сейчас принесу ватный тампончик у кого есть приготовьте у кого нет кисточкой это не критично итак покажите у кого есть ватный тампон аня адель лиза кейлане отлично у кого нет это окей но у кого есть у у меня есть чуть-чуть краса тоже пойдет главное чтобы мягкий был посмотрите я его немножко так открываю нам нужна мягкая сторона мягкая видите я делаю такую культяпочку чтобы она была мягкая и не большого размера маленькая остренькая до мягкая и остренько остренько я макаю просто белую красочку просто белую краску немножко вот тут вот просушиваю вот так просушиваю немножко чтобы как бы когда сейчас я буду делать облака чтобы облака были аккуратными да и сухими посмотрите видите какой след он очень сухой очень сухой след очень сухой еле касаясь то есть я это делаю еле касаясь таким образом мы делаем облака еле-еле он след оставляет старайтесь на не попадать сильно на горы на горах мы потом сделаем контур блин вы можете подходить ближе гора но на горы сильно не попадаете главное чтобы сухо было если у вас получается сильное пятно вот такое например рассмотрите видите сильное пятно просушите ее на палитре и продолжайте чтобы пятнышко было не такое мощное да обратите внимание все облака длинные как ниточки обратите внимание одно облако справа одно облако слева не делайте облака по всему небу успешных субъектах что-то смещено родила видеоблака вода cute к видам друг yst Все облака как бы над заранее. Я чуть-чуть сделала анна. Давай посмотрим. Окей, кто сделал хотя бы первое облачко, пожалуйста, покажите мне. Очень хорошо, да. Лизонька, у тебя облачко пропало, то есть поярче, чтобы оно белое было. Чуть-чуть побольше, умничка, то есть чуть-чуть побольше возьми, чтобы поярче было. Окей? У меня больше белого нету. Тогда, когда купишь, надо будет добавить без белого никак. Мничка, хорошо облачко. Келани, очень хорошо. Келани, постарайся, чтобы где-то облако уходило в край. Видишь, в край листа уходило, да, чтобы оно уходило. Так, да, Никит, у тебя достаточно сильные облака. Постарайся, когда будешь по краю облака, то есть, например, у тебя какое-то облако, ну, очень сильное, да, например, вот такое сильное получилось, смотри. Ты тогда краешки сделай более мягкими. Вокруг краешки сделай более мягкий переход, окей? Да, Лизонька, младшая, хорошо. Лиза, младшая, старайся, чтобы облака уходили как бы в край. Вот тут вот, посмотри, немножко вправо в край уходили, окей? То есть, они уходили как бы за лист. Постарайтесь, чтобы одно-два облачка уходили как бы вправо за лист, да, как будто есть уход, такой некий уход. И, значит, вот здесь вот, где у нас горы, посмотрите, вот тут вот сухой кисточкой контур горы я тоже вот здесь вот белый добавляю немножко, посмотрите. Но только очень сухой кисточкой белый цвет добавляю, чтобы контур горы подчеркнуть. Посмотрите, сухой вообще воду не использую, контур горы подчеркиваю. Посмотрите, контур горы надо подчеркнуть сухой кисточкой, снизу вверх. Ну, так вот по контуру, снизу вверх. Контур горы мы тоже подчеркиваем, да, чтобы гора выделилась. белым вот тут белым мы подчеркиваем сухой кисточкой обязательно мне это надо сделать вот тут контур горы вот так вот здесь то есть за горами вот там вот беленькая посмотрите но сухо как бы тыкаю такие же движения контур потыкивание контур потыкивание контур потыкивание еще раз контур и потыкиваю окей контур горы делаю и папа как бы так пошмякиваю да и пошмякиваем контур и пошмякиваем вот у нас получились красивые красивые облака а еще я вот так проведу смотрите я провожу смотрите жих 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 оп 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 провожу и у меня остаются такие полоски из облачка это я сухой провожу попробуйте тоже по проводить жих жих кому нужна помощь пожалуйста дайте знать если кто-то переживает обязательно дайте знать сделаем вместе здесь принципе нет никакого правильного решения потому что все любые любые облака могут быть любой формы знаете да облака же разные формы бывают поэтому как облачка положили такая не будут лежать старайтесь только чтобы вправо они уходили за горизонт где-то ну вернее вот вправо уходили за край листа где-то влево уходили тогда будет ощущение такой более естественности что вы когда фотографию делаете да какие-то облака не входят они могут не полностью войти попробуйте линии провести как я проводила поиграйте с этим я пока на этом остановлюсь хочу посмотреть может быть кому-то нужна помощь вы уже можете видеть насколько оно такое натурально да выглядит потому что мы добавили вот эти облачка так смотрим да да очень хорошо келани я бы тебе советовала а у тебя круглое облачко сделать по краям его немножко такое как бы вытянутая да то есть не вне не как кругленько а она останется круглым и справа как бы добавить вытянусь такую да потому что когда облака по небу они такие более вытянутые и тогда все твои облака примут естественный характер да они тоже такие могут быть но это редко когда кружочком поэтому если ты как бы продолжишь и это облачко чуть-чуть удлинишь вправо и влево такое чтобы длинные были как веревочки тогда будет еще еще краше еще естественнее как в природе так давайте посмотрим как если кто-то да покажите мне все кто дано обязательно покажите мне ой как раз и да адель мне нравится что справа ты здесь очень хорошо умничка очень натуральные облака получились у анечки старший до прекрасно получилось очень хорошо получилось у лизы лиза аня младшая ну вообще не трогай ничего мне младшей облака шикарные просто прям очень хороший по прям поток облаков прям видно ветер очень хорошо супер аня младшая не трогай больше мне очень нравится очень красивый ничего не меняй идеально так не прекрасна да тоже тоже очень хорошо вот здесь можешь по вот здесь вот в край чуть-чуть облачёчка в добавить чтобы вот справа уходили и сливы до как будто бы не влезли чуть-чуть. Облачко, а у тебя пространство есть? Сделай так, чтобы оно туда уходило. Давайте посмотрим, Лиза, Никита. Да, Кила, не видишь уже более естественно? То есть ты вытянула, и сразу естественнее. Обрати внимание, чем облачко ниже, ближе к горам, тем оно вытянутое, тем оно такое более узенькое и вытянутое. Вот, поэтому вот у тебя тут два-три облачка есть. То есть, может быть, я бы еще чуть-чуть растянула, вот тут чуть-чуть их, да, такое вот, как оно в дымку уходит, и оставила бы. Окей, значит, ребят, мы переходим к финальному уже заключительному этапу, да. Я вас попрошу взять маленькую кисточку, маленькую кисточку, взять темно-зеленый, ну, такой средне-зеленый, да, чтобы... Сейчас мы будем рисовать кое-какие полоски, вам нужно повторить. Из этого угла, вот в этот, посмотрите, тоненько-тоненько, темно-зеленым цветом, посмотрите. Очень тонко, линия может прерываться, но не должна быть толстой. Вот из этого края, вот в этот, вот, смотрите, из этого края, то водичкой прям можно нарисовать, в этот, не обязательно должна быть ровная, но может прерываться, главное, не толстая палка, чтобы была. Точно так же здесь, еще одна линия рядышком, точно так же я кладу еще одну линию рядышком, смотрите, еще одну линию я кладу рядышком, и потом делю, как будто бы на поля, вот так, раз кусок поля, два кусок поля, как будто на поля делим, полоски прочерчиваем. Просто постарайтесь повторить полоски за мной, там нет особой логики, да, то есть просто постарайтесь за мной повторить. Раз полоска, два полоска, и потом, три, четыре, пять, шесть, семь. Просто постарайтесь за мной повторить, то есть никакой логики нет, мы это делаем водичкой, делаем водичкой это, просто водичкой, такой зелененькой, главное, чтобы ее было видно, можно несколько раз линию прочертить. Это ничего страшного. Главное, чтобы были линии не толстые и чтобы их было видно. То есть, ощущение поля мы делаем. Вот такое. Ну и сейчас я покажу финальный наш шаг, прежде чем вы это сделаете. Что мы добавим, чтобы придать этому всему сказочный вид. Как только линии тоненькие добавили, такой водичкой зеленой, чтобы их было видно, мы сейчас с вами добавим цветы. Но я вас подожду. То есть, у нас есть еще минутка. То есть, линии добавьте. Их не обязательно вырисовать. Главное так, чтобы остренькие были, тоненькие водичкой. Мы как будто поля рисуем. Окей. И мы берем большую кисть. Очень большую кисть. Очень большую кисточку. Да, да, Никит, вот так, да, супер. Берем большую кисточку. Берем очень большую кисточку. Да, вот у Никиты, да, хорошая. Да, вот такая плоская подойдет больше. Плоская подойдет больше. Больше подойдет плоская. Итак, я делаю зеленый. Темный-темный. Темный-темный зеленый делаю. Темный-темный. Посмотрите. делаю темно-темно зеленый и добавляю в него чуть-чуть красного то есть такой темный темный зеленый и посмотрите снизу вверх вот так вот сухо сухо делаю как будто бы трава растет то есть мы загрунтовываем низ темно такой темно зеленый то есть если вы сделаете зеленый а потом добавите красного в него он получится таким темно зеленым вот видите как он практически как черный выглядит черный вот просто так нет черный мы не добавляем черный не нужно добавлять просто в темно зеленый красный добавьте и он будет темно зеленым а просто надо смещать какие цвета синий желтый это будет зеленый при этом синего больше чтобы зеленый был темным а потом в этот зеленый который получился добавь красного чуть-чуть и получится очень темно-зеленый чуть-чуть или много чуть-чуть чуть-чуть красный микрончик да попробуй попробуй микрончик просто чуть-чуть ты попробуй ты увидишь то есть это должен быть еще все еще зеленый обратите внимание я делаю снизу вверх снизу вверх снизу вверх сухой посмотрите какая кисть сухая от этого остаются пушистые следы вот такой должен быть эффект верить и должен быть эффект пушистой кисти когда я вот так делаю а это какой сетчик уйди темно зеленый я беру делаю зеленый и в него добавляю красный получается темно-зеленый попробуйте и конечно она разного размера посмотрите и вверх очень сухой посмотрите вверх очень сухой то есть вот вверх я вывожу сухим я добавила красного но он все равно выглядит просто чуть-чуть темнее не такой черный как у тебя значит добавь больше синего то есть зеленый должен быть темный и чуть-чуть больше красного так красный или синий больше сначала ты делаешь зеленый для того чтобы сделать темно-зеленый надо взять желтый и синий но синего больше мне уже есть зеленый ты сама его сделала до у тебя темно-зеленый очень хорошо покажи мне покажи как вот так пример не брежненько никита справился молодец очень хорошо отлично справилась и анечка да хороший а не хороший цвет добавляй туда красного и заказа грунтовый посмотрите я не думаю просто вот так накидала темно-зеленый цвет я беру опять нашу ваточку да вашу нашу ваточку макаю ее в желтенький конечно же сухо макая сухо до опять сухо можно чуть-чуть беленьким такой желтый с белым очень сухо я не хочу пятен никаких и и вот так вот посмотрите сверху я добавляю как будто бы цветочки я добавлю сейчас главное чтобы сухенько было ребят я добавляю цветочки у меня будут желтые цветки красные цветки чуть-чуть белые цветки я разных добавлю сейчас и красных добавлю главное чтобы когда вы будете добавлять чтобы это было достаточно сухо и светло то есть желтый с красным не чистите чуть-чуть да чуть-чуть сильно много тоже ребят не нужно хорошо не чистите чуть-чуть немножко салатовый даже зеленый такой салатовый вот и цветочки у меня еле касаясь еле касаясь чуть-чуть чуть-чуть ей главное чтобы пятнышко оставалось такое ну как шматочек до чтобы оставался 5 как пятнышко видно было я еле касаюсь немножко беленьких можно цветочков чуть-чуть совсем если кому-то хочется можно дорисовать точечки какие-то да и травинки очень хорошо аль прекрасно прекрасно делай травинки а вот это как делать чтобы сделать вернее сейчас мы делаем цветочки мы прям берем вот смотри помнишь как мы небо делали облака точно так же только цветочки чуть-чуть пришмякивая цветочки и когда чуть-чуть чуть-чуть да совсем чуть-чуть эту же использую и желтенькие цветочки красные главное яркие чтобы были и вот так я делаю полосочки для того чтобы имитировать травку с маленькой кисточкой травку я делаю тоже светленькой желтенькой зелененькой вот так вот по темному и вот у меня получилась травка и работа готова ну конечно мы сейчас посмотрим как у кого получилось у нас еще есть четыре минутки ой анечка умничка очень красивые цветочки да 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 я могу какие-то здесь еще травинки добавить но это необязательно я просто жду когда сейчас давать еще минутка две когда все справятся и так это был быстрый пейзаж вы большие молодцы потому что мы рисовали сегодня без как вы заметили карандаша сразу кисточкой и такой легкий пейзаж того что художник может увидеть на поле смотрим лизочка ближе ближе да лизонька ты когда рисуешь цветочки ты немножко на вот эту темную траву заходи как бы сверху до сверху заходи потому что наш там в темной траве в темной траве вот эти цветочки цветочки поэтому ты заходи вот этой штучка когда-то делаешь ты заходи вот так вот окей ребят а я сейчас вас попрошу попрошу поднять работу еще минутка давайте поднимаем работы да 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 поднимаем 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 отлично очень хорошо да поднимаем поднимайте работы сейчас вы фотографироваться ребят очень красивые большие молодцы раз на счет три буду фотографировать поднимать даже если вы не закончили и цокей вы сможете самостоятельно закончить два улыбаемся анечка поднимай два с копеечкой улыбаемся 3 окей я проверяю что получилось и сейчас вам дам кое-какой секретик окей фотографии получилось большие молодцы ребят и так я вам вышлю фотографию девочки посмотрите у меня есть такая девочка ее можно раскрасить в любой цвет я рекомендую в красный вы ее вырезаете я вам пришлю ее раскрашиваете в то платье которое хотите красное синие да я в красный предпочитаю да это просто меня на принтере распечатано и вот сюда вот так ставите и приклеиваете раскрашиваете в тот цвет какой есть и тогда у вас поле и ваш пейзаж будет населен небольшим героем персонажем это же девушка в шляпке стоит спиной я вам ее пришлю и тогда ваша работа еще будет краше это будет домашнее задание да лизонька какой вопрос нам надо это делать потому что у меня нет тут принтера это очень хорошо молодец что спросила у кого нет принтера тот берет листочек рисует девочку раскрашивает вырезает и приклеивает молодец очень хороший вопрос у кого нет принтера то просто рисует раскрашивает и приклеивает я вам вышлю образец этой девочки вы можете ее распечатать или вы можете нарисовать самостоятельно я вам пришлю в цветном варианте да то вы можете цветного распечатать но это будет домашнее задание чтобы пейзаж был еще более живым окей и так ребят спасибо большое за урок так